Сегодня православные верующие отмечают один из великих двунадесятых праздников Успения Пресвятой Богородицы, либо, как его называют в народе, цветочный спас. Ему предшествует двухнедельный Успенский пост. Праздничное богослужение в храмах началось накануне праздника, а сегодня утром в них была отслужена Божественная Литургия. Этот день для православной церкви является глубоко значимым и имеет этот день не только свое историческое значение для нас, православных христиан, но, конечно же, и в первую очередь догматическое. Мы с вами говорим «Успение Пресвятой Богородицы». А что значит «Успение»? Немногие понимают смысл этого слова. Слово «славянское» значит «сон». Мы, конечно, слышали в храме подчас моления в церкви такие слова «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих». То есть мы имеем в виду людей уснувших. Ну, так скажем, ближайшую кончину, в момент, когда она должна была встретиться с самим Сыном Своим Единородным, Иисусом Христом, она призвала к себе апостолов Господних, учеников Божьих. Они присутствовали в момент успения Пресвятой Богородицы и явились свидетелями того, как Божья Матерь на Адре погрузилась в сон. На следующий день после Успения Пресвятой Богородицы в храмах совершается чин погребения плащаницы. Она напоминает плащаницу Христа, которую можно видеть на Страстной Седмице, однако на ней не Иисус, а лежащая в гробе Богоматерь. Ранее существовала традиция в день Успения приносить в храм семена и колосья для освящения. Немного нежатых колосьев сельчане оставляли на поле, тем самым надеясь вернуть земле силу, потраченную на выращивание урожая. Сегодня же на Успении Пресвятой Богородицы православные верующие приносят в храм для освящения травы и цветы.